Девушки отдыхают 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 в середине, або нет, все же таки выбирайте лакованный вариант. Почему? Потому что, если нет защитного покрытия из лаку на поверхности кришки, то олово и свинец, которые входят в состав защитного покрытия стали, а именно стали, делается жерсть при тривалом использовании, например, более года. Олово может дать продуктовый металевый присмак и может зафарбироваться поверхность кришки в неприятный фиолетовый колор, а свинец может спричинить вообще свинцевую интоксикацию, а это боль в шлунку и анемия. А если крышечка лакированную внутреннюю поверхность имеет, то этого можно избежать, да? Шансы не отримать подобных неприятностей набагато жестают, если баночка будет защищена. По внешнему виду можно определить, лакированная или нет поверхность кришки. Если блестит, лакированная, да? Безумовно. Но разные выработники по-разному защищают лаком свои крышечки. И для того, чтобы обрати якіснейший варіант, иснует простий и надейный народный способ. Беремо две крышечки. Ось, например, одна лаковина крышечка и інша. Жовта и ось такого металевого колору. Беремо ватку, смочуемо ацетоном и просто протираем внутреннюю поверхность крышечки. Если лак залишается на поверхности крышечки и наш спонжик чистый, то все нормально. Это хорошая крышка. С точки зрения качественного покрытия лаком, эта крышечка нормальна. А якщо залишается слід на ватце, або мы навіть бачимо, як лак стирається, бачишь разницу? На крышечці видно, що тут залишаются металеві плями. И я б не радив категорично людям користуватися такими крышечками. Кость, ну что получается? Перед тем, как накрыть крышкой банку и законсервировать, мне нужно каждую крышку ацетоном протереть? Ну не каждую, а хотя бы одну из партий. И еще одна из ознак якости крышечок, знаешь яка? Нет. Как ты вважаешь, есть что спорное между крышечкой и лицарскими обладунками, або летаком? Ну то, что они из металла сделаны? Безумовно. А еще один нюанс, что и там, и там есть так званые ребра жесткости. Ци ребра специально колись делали в средние веки выковывающие обладунки для лицарей. Чтобы они были прочнее, да? Они местнейшие. Той самый принцип используется в летакобудовании. И те же самые ребра местности есть в бляшанных крышечках. Как минимум, должно быть таких ребер два. Раз, два. Если их меньше, вот эта самая горя крышечка, одне лише ребро, то така и сгинается легче. Раз. Ого! Это тоже гнется, но все же таки усилия нужно прикласти немного больше. На каждый вид упаковочных крышек для консервации существует государственный стандарт ДСТУ или технические умовы ТУ. Так и там, и там термин придатности металевых крышек для закатывания банок три роки. Но если этот термин перебольшенный, або крышечки сохраняются в неналежных условиях, то от такой жерсти я бы радил без жалю позбавлятись. И еще секреты зберегания. Вот как ты зберегаешь крышечки дома? В сухом месте, там, где нет влаги. Ну, наверное, чтобы они не ржавели. Правильно, у полиэтиленового мешечка, або у цепком папере. Обгорнути все эти крышечки и держать. Но заздалегите, на будущее, лучше их не купить. Потому что промышленность все же таки работает. И, судя по нашей таблице, они достаточно доступны. Может быть, их недостаток в том, что они одноразовые. Ну, и нужно специальное приспособление, к которому мы давным-давно уже привыкли. То есть это не проблема. И еще элементарная порада. Дивиться, чтобы внешний выгляд крышечок был належный, нормальный. Вот, например, имеем уже и ржутоку. Цим користуватися не можно, потому что в середині консервації будут являться небажані, шкідливі для здоровья микроорганізми. Від таких крышечок треба позбавлятися. Звертаємо увагу на якість гумового кільця. Це кільце має щільно прилягати до крышечки, щоб воно не рвалося. До речі, ми провели напередодні нашої зустрічі експеримент, так всі нові кільця гумові дуже легко рвуться. Моя порада. Дослухайте сьогоднішню нашу розмову до кінця, там будуть цікавіші і новітніші варіанти крышок для закатування консервації. Ну а зараз крышки, які раніше нам були знайшими тільки по магазинним банкам. А зараз виходить, що ми і вдома можемо таким же образом робити консервацію. Будь ласка, другий сегмент. Ці крышечки називаються імпортним словом «Твіст-Оф», а перекладається це «закручувати». При дотриманні технології вони безпечні, їх обов'язково треба прокип'ятити декілька хвилин, простерилізувати. Але крышка може використовуватися максимум два рази. І якщо у вас є сумніви використовувати чи ні крышечку «Твіст-Оф» вдруге, я раджу зробити прості експерименти. Беремо банку з водою. До речі, один із особливостей цієї кришки, що для них потрібні банки із спеціальною різболю. Закриваємо і перевертаємо на серветочку. Якщо вода не виділяється, значить кришка нормальна. Цією кришечкою можна користуватися навіть другий раз. А я скажу вам, що я користуюся інколи і втреті. Але оскільки вона коштує 30-50 копійок, то можна дозволити собі купувати нові кришечки, але під час покупки треба обов'язково примиряти її і до банки, щоб вона гарно закручувалася. А кришки ці продаються отдельно чи разом з банками? Здебільшого у супермаркетах продаються і кришки, і банки поруч. А зараз я пропоную переверти іншу кришку. Можливо, вона буде не такою надійною, як попередня. Перевертаємо баночку. І якщо якийсь натяг... О! Ой, капнула. Бачиш? Крапли. Це говорить про те, що кришечка міцно не тримає. Туди всередину заходить повітря. І від такої закупорки треба відмовлятися. Опасна консервація. Ну, виходить, якщо з предыдущими кришками жестяними, все було ясно. Якщо з однією лак слізає, значить вся партия некачественна. А з цими кришками, наоборот, якщо одна кришка попалась плоха, це не значить, що всі остальні такі ж теж будуть плохими. Тобто переверти треба кожну кришку. Якщо ти згадала про лак, це правило справедливе і для кришок твіст-оф. Внутрішня поверхня обов'язково має бути покрита лаком. І ще з порад. Надто великих зусиль при закриванні не треба прикладати. Тому що таким чином ми можемо зірвати різьбу. Вона теж же непридатна для подальшої роботи. Якщо цей клапан, він має таке підняття, почне здуватися, то їсти таку консервацію не бажано. Це зроблено спеціально, щоб ми легко змогли вирішити, що що-то не в порядку? Так. Таке впечатлення, що ці клапані удобні і легше використовувати. І недостатков у них, вроді б, немає. Але все ж таки, незручності полягають в тому, що треба для цих клапан мати спеціальні банки з відповідною різбою. Обов'язково треба примиряти, чи підходить клапан до певної баночки, чи ні. На ринку є ще один вид клапан для консервації. Це кришки поліетиленові. Ти знаєш, що такими можна консервувати? Та я от вижу, що кришки-то звичайні поліетиленові лежать. І не пойму, в якому відношення вони к консервації мають. На перший погляд, ці кришечки абсолютно однакові. Вони зроблені із поліетилену. Але якщо ось ця звичайна кришечка, то нею в жодному разі закривати консервацію гарячу не можна. А ось ця, яка називається термокришка, і нею консервувати можна. А я зрозуміла, коли-то в дитинстві мені потрапилась така кришка, ну там, де у нас такі поліетиленові кришки лежали, і я пыталась її закрити банку. У мене нічого не вийшло, і я думала, що я просто не виросла, і не можу... О, точно так і було! Але треба зусилля. А звичайна кришечка легко закриває баночку. Раз, і все. Для того, щоб така кришечка все ж таки одяглася на банку, на декілька секунд її треба занурити в окріп, в дуже гарячу воду. І поки ти це ділиш, я відкрою ще одну строчку нашої таблиці. І, до речі, коштують такі поліетиленові термокришки дорожче, ніж попередній твіст-офі бляшені від 50 копійок до однієї гривні. Я кладу нашу кришечку у гарячу воду, вона стає м'якшою, секунд 15, не більше тримаємо, і спробуємо закрити банку. Ну, сама спробуй. Гаряча, правда? Давай, я попробую. Але я кажу, що набагато легше. Раз. Раз. І все. А от відкрити тепер, мабуть, вже не вийде. Якщо вона застигне, то дійсно, для того, щоб відкрити, треба прикласти деяких зусиль, але варто на поверхню цієї кришечки поставити гарячу каструльку і під дією високої температури кришечка розм'якне і її можна відкрити. Але поки що не застигла. То я її відкриваю. До речі, такими термокришками я б радив закривати консервацію солодку. Вони менше виділяють різноманітних газів і в них небезпека вибухів мінімізується. При цьому, ти кажеш, що ці кришки одноразові. А що, не можна вторий раз її потім нагріти кипятки і в іншу консервацію закрити? Це поліетилен. І він розтягується. Після повторного використання ми маємо шанс отримати все ж таки вибух. А це нам не потрібно. І як їх правильно вибрати? На виті вони всі похожі. Найголовніше запитати у продавців, щоб ця кришка підходила для консервування. Виробники навіть на маркуванні пишуть зверху кришки, що для консервування. Або іншими словами, термокришка. Дякую. Следующий від, я навіть не скажу, кришки, ну якась-то следующая конструкція теж для консервування. Я, чесно говоря, даже вижу такое вперше і ніколи не почувала. Ти не знаєш, що це таке? Нет? Ну це останнє слово техніки для консервування. Це вакуумна система. Відкриваємо сегмент. Ого! Вижу сразу цену. От пяти гривень. Це одна кришечка. На перший погляд це такий собі удар по сімейному бюджету, але виробники кажуть, що користуватися такою кришечкою можна двісті разів. А ми порахували, що якщо навіть ми п'ятдесят разів будемо закривати банку такою кришкою, то вона буде коштувати не більше, ніж п'ятдесят копійок. Але якість гарантована. І я тобі це зараз доведу простим експериментом. Тобто ми зараз цим будемо використовуватися? Ми не просто будемо користуватися, а будемо і вчитися. Це насос, який подягається насередину кришечки. А продається це все в місті, насоси і кришечки? В одному наборі окремо продаються потім і кришечки. Ми запалюємо в баночці свічечку. І зараз ми перевіримо, чи дійсно за допомогою цього насосу всередині утворюється вакуум. Тому що саме вакуум гарантує нам якість консервування. Подягаємо кришку з насосом і починаємо прості рухи. Таким чином повітря викачується і ми спостерігаємо за нашою свічечкою. На очах погасла свіча. Свічка згасла. Мені вже важко працювати, тому що подушка із стиску утворилася. Виймаємо і таким чином продукція наша обезпечена безумовно. І дуже легко відкривається. Знаєш як? Ні. Вона не відкривається. Відкривається. Ось так посередині трошечки відкрила і чуєш? Ой, яка приєдна. Повітря вийшла. Дуже легко баночка відкрилася. Ну, це дуже удобно. Таким способом можна користуватися не лише коли ми закриваємо на тривалий період консервацію. А й тоді, коли баночка відкрита. От всі ми інколи, знаєш, відкрили трилітрову банку з огірками або з помідорами і забули про неї. А через декілька днів навіть холодильнику утворюється пліснява і всю продукцію треба викидати. А що можна зробити? Якщо ми маємо справу з такою модерновою кришкою, взяли, з'їли огірочок. Будеш їсти? Дуже смачно. І закриваємо. А де я спробую? Будь ласка. Просто як на сус? Просто. Ти відчуєш? Да, становиться все тіше. Банки можна використовувати будь-які, як для твіст-офу, так і звичайні банки, які розраховані на ось таку бляшану закруточку. Все. Перевір. Ніяка сила не відкриє цю баночку, всередині викачано все повітря, і таким чином огірочки можуть стояти ще декілька місяців, нічого їм не зробиться. А тепер відкривай. А тепер відкривай. І перевага. Кака-то ігрушка. Очень-очень удобна. Получається, що ось ці крышки вместе з цим насосом просто ідеальні для консервации. Единственный недостаток то, що вони дорогі. Але користуватися можна дуже багато разів. Але представь себе ситуацію, як ніякі наші хазяюшки консервують до ста банок, а ніякі ще і більше, я таких знаю. Так для того, щоб на кожну баночку надеть вот таку эффективну многоразову крышечку, понадобиться минимум гривень 500. Согласись, не каждая хазяйка готова на такі розходи. А тому можна дати пораду, якщо ви не знаєте, що подарувати такій господині, то можете зробити такий подарунок. Ми розкрили всю таблицу, осталось подвести итоги і зробити вивод, які крышки все-таки найбільше удобні для консервации. Якщо ми купуємо бляшану крышку, то вона для нас буде найдешевша. Користуватися можна лише один раз, але без закаточного ключа не обійтися. Якщо крышка Твіст Оф, то вона трохи дорожча, не така дорога, максимум 50 копійок. Один раз або два рази можна нею користуватися. І для цього потрібні банки із спеціальною різбою. Якщо маємо поліетиленову термокришку, то вона майже бездоганна, але користуватися можна лише один раз для солодкої консервації і коштує вона майже одну гривню. Ну, і звичайно ж, Надійка, останнє диво – це крышки під вакуумом. Коштують вони не дешево, але і користуватися можна багато разів. Ти обіщав, що сьогодні у мене в гостях буде ще один чоловік, який ідеально розбирається в консервації. Може би, вже прийшло час пригласити цього експерта? Я з радістю запрошую до нас сюди в студію Аллу Ковальтюк. Аллочка! Привет! Привет, Надюшенька! Привет! Проходи, будь ласка. Ольга Спасич. Ну, привет. Когда речь шла о консервации, я тебе постоянно вспоминала, уж сколько мы на нашей кухне вместе законсервировали. Я думаю, что ты точно эксперт в этой области. Честно говоря, среди этого всего инвентаря я чувствую себя как дома. И я готовлю тоже не возле газовой печки. У меня есть на улице стол, де я это все делаю. Вот это вот ваши красивые все консервированные баночки, это как у меня в подвале, но только умножить в 10 или 15 раз. Вот именно. Я так и думала, что у тебя там штук 100, а то и 200. Вот начнем вот с этой крышечки, которая вот есть. Значит, железные крышки, это крышки, которые еще были во все времена. Раньше, я помню, очень дефицитные эти крышки были. Привозили их с Москвы наши родственники, и они действительно были качественные. И вот для того, чтобы они, их сохранить, экономить, специально такая машиночка была на заводах делали. Кум, там, соседи. И вот сидели мы, открыли баночку, и потом ровняли. Такое колесико, вот так крутишь, и пользовались той крышкой раз по пять, по шесть. Среди крышек, которые сегодня вот на нашем столе, я пользуюсь почти всеми, кроме вот этой вот более цивилизованной. Такое, честно говоря, еще не видела и не делала. И вот часто у меня такое было, что я беру крышку, особенно, как обычно, не честный продавец, они в полиэтилене, пачка, нижняя, и первая, сто процентов. Ложат крышечку, которой не хватило металла вот здесь. Такое бывает? Бывает, да. Вот, то есть, резали с круга, и не хватает. И вот они оставляют вот здесь, такая вот зазубрина, и ты ставишь на банку, начинаешь катать, да в чем же дело такое? А там просто не хватает металла. Это большая проблема. Значит, крышка металлическая обязательно должна стерилизоваться. Но крышку нужно стерилизовать не больше трех минут, потому что покрытие у нее очень слабое, металл сейчас ставят очень плохой, и резинка ослабнет. Раньше резинка была эластичная, можно делать рогаткой было и стрелять. Вот у нас сразу порвалось, и даже не нужно никаких экспериментов делать. Она просто, знаешь, как пересохшая. Я крышку сейчас не бросаю в воду, я когда ставлю на кружок, на котором стерилизуется банка, я ставлю рядом, вот под таким наклоном крышку. Да, я помню, ты так делала. Да, да, да. Здесь выходит... Чтобы парою обраблялась. Да, парою обрабляется. И когда я беру... Костик, можно я на баночке покажу? И вот у нас, когда мы стерилизуем банку, и крышка, вот таким, ну, только перевернута банка, когда я беру банку, снимаю, и сразу накрываю крышкой, то у меня не должно быть вот такого люфта. Вот видишь люфт? То есть, если такой люфт есть, эта банка может не закрутиться сразу. Когда горячая банка и крышка, ну, прямо как будто в вакуум, раз, и все, и крышка присосалась. Но мы все время сегодня о крышках говорим. А от банок же тоже что-то может зависеть. Ой, наёшенька, вот эта именно банка, вот этот шов, это получается, что некачественная штамповка. Потому что таким чином они могут переходити в горло, правильно? В горлошко, и потом произойдет трещина. Понимаешь, такое впечатление, что две половины банки сложили, склеили, и получилась вот такая банка. Но она же не лопнет, или может даже лопнуть? Она может лопнуть очень легко. И еще самое главное, Дюш, я думаю, и в твоей маме, и у меня дома на чердаке банок, я не покупаю сейчас банки, и такое количество, что хотя бы те использовать. И я никогда в жизни не обращала внимания, что вот здесь, на банке, есть маркировка, Костик. И вот здесь, на этой банке, пишут год, когда сделана банка. А я очень часто практикую делать тушенку. У меня нет автоклава, я делаю в скороварке. А так обидно, а три баночки полулитровые влазят. И вот все правильно, открываю, банка лопнула. Я смотрю, а так 73-й год на доныш. Ну, сколько можно? Это свеженькая банка. Это свежайшая, да, это свежайшая. То есть хозяйка должна смотреть, какой здесь срок. Все-таки, если банка 73-го года, это уже сколько раз она проходила эту обработку? То есть лучше просто-напросто и выбросить. Потом обязательно само горлышко. Вот бывает, что не трещина, а как будто, когда открывали ключом, сделали как, ну, защербилось. Защербилось, да. Не надо такую банку брать, потому что, когда вы поставите крышку и начнете катать, в этом месте колесико ключа будет проскакивать. И там будет образовываться, получается, воздух, и консервация наша потом будет негодная. Но хочу сказать, что есть сейчас разнообразные ключи для закатки. Есть сейчас такая закрывачка, ключ. Вот так вот за две ручки берешь, вот так нажимаешь, и оно закрывает. Я боюсь, честно говоря. Знаете, почему боюсь? Потому что, такое немножко усилие, не дай бог, лопнет банка. А у меня были такие случаи вот знакомых, катали ключом банку, нажимали рукой, банка лопается, и это большая, большая, это работает, да. Очень мне нравятся крышечки вот эти вот. Твит-оф. Да, такое название, вообще модное, но эти крышечки, я от них балдею. У меня лично бывает проблема в чем? Я закрываю эту банку, она закрывается легко, но когда ее открыть, особенно варенье, ее очень трудно. Что мы делаем? Мы берем ножичко, подковыриваем вот здесь. Чтобы воздух туда попал? Да, и открыли. И когда на следующий год эту крышку возьмешь, и не обратишь внимание, что она погнута, значит, у нас будет проблема, то же самое с консервацией. А мы знаем уже, как проверить, или проходит по ветру, в последнее время я закрываю в трехлитровых бутыльках только помидоры. Все остальное я перешла полтора или литр. Вот ты открываешь банку, ну, не съесть семья. Возьмите горчичник обычный, найдешь, ну, вот так в банке осталось, положите горчичник, и когда вы уже открыли банку в холодильник, можно закрыть вот такой полиэтиленовой крышечкой. Мне мама говорила, это как в вашей капусте. Если в холодильнике она хранится, положить сверху горчичник, она не будет плеснью покрывать. И накрывайте капронную крышечку, и все. Но я бачу, что сила наука. Это не наука, это просто опыт и, знаешь, любовь к этому делу. Дело в том, что на огороде что растет, все можно закрывать. Все в банки попадает. И крышками закрывается. Поэтому так важно знать, какие крышки лучше использовать. В чем мы сегодня практически разобрались. Но мне кажется, в наш век, который смело можно назвать веком пластика, в пластиковой посуде тоже хочется что-нибудь законсервировать. Можно ли это делать? Я как хозяйка скажу, что в пластике ничего я не делаю. Даже сейчас продаются большие там такие емкости. Ну, емкость можно поставить на летний душ. Все остальное ни вино, ни консервация. А сок, например, томатный? Нет. 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 Вы правильно делаете. Пластик для консервации не возможно использовать, потому что начинаются химические процессы несворотные, которые очень не важны для нашего здоровья. Спасибо, Костя. Спасибо, Аллочка. Консервация не проблема. Если вы знаете, что у вас есть, что консервировать, какой крышкой, это лучше накрывать. Ну, а вам-то теперь все известно. Я уверена, что все будет добро. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ